Мы приезжаем в 3-5 стадия за Гельман Рубин, еще 4-чек. У меня там 3-е стадия есть, с 2015 года. Оно честно отличается от первой стадии 2015 года. Ну и так же, покажем. Хорошо. Все. Поехали. Да. А, хорошо. Сегодня будет интересно. Не то, чтобы было до этого не интересно. Но... Значит, сегодня будет продолжение. Сейчас выбираем. Сегодня я хочу говорить только про... ... 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 Пасал монетку, определял чай, пошел, попал в экспертную группу, не попал в экспериментарную группу. Либо я, как вы помните, что еще мы делали? Мы говорили, что нам надо выбрать 5 человек из 10. Либо мы говорили, а еще у меня есть хоу. Я буду контролировать на хоу и выберу 5 женщин и 5 мужчин. В смысле, если 10 женщин, если 10 мужчин. Поэтому фундаментальные вещи были две. Нет, просто знали вот эту вещь. И она по-разному, мы ее специфицировали сами по-разному. Мы ее даже даже знали, мы ее управляем. И по построению, помните, я вам говорил, что эксперименты, у них есть два различных свойств. Первое, это то, что когда я... Первое свойство простое, легко проверить. Когда я рандомизирую, у меня получается так, что распределение этих кусок, оно получается более неравномерную погрузку. Помните, мы говорили, что давайте все время смотреть на эксперименты и смотреть, какой там баланс. В каждой, помните, у нас две статьи было. В каждой статье я спрашивал, как здесь баланс. Выполнен баланс или не выполнен баланс? И, соответственно, проверка этого самого баланса была важной частью. Мы это делали, потому что эксперименты, конечно, по дизайну, потому что если мы рандомизируем в ожидании, должны говорить хорошему балансу, но в реальности, условно, не на то, что рандомизация на состоялась, баланс может быть... И мы помним, что все время жаловали, что недостаточные характеристики записаны, что мы не можем аккуратно проверить. Помните, когда мы обсуждали Вася, мы не совсем могли понять, как эти дома, как эти участки, которые мы видели, действительно случайные, но вязали, что они по распределению по количеству людей, например, эти участки действительно похожи на другие участки. Этого мы часто сделать не могли. Это была претензия к нашему экспериментальному исследованию. Но вторая часть, содержательная, и именно из-за нее, на самом деле, может как-то бабнуть с отсутствием баланса. А вот с тем, что вторая, с нее ничего не раздевает. Значит, это то, что мы точно знали, что наш механизм выглядит вот так, а не вот так. То есть что в нем этих двух переменных нет. Потому что их просто не могло быть. Потому что когда я бросаю монетку, или выбираю случайно людей, или записываю людей в правительном порядке и выбираю первого, второго, третьего, и раскидываю по разным классам, моя процедура точно не зависит от этих вещей. И хотя я оценить это не могу, потому что я не наблюдаю распределение когнута, я работаю только одну вещь и вторую вещь. Но идеологически я верю, что рандомизация сработает. В ожидании она точно сработает. Но я верю, что на каких-нибудь выборах нормально сработает. И я понимаю, откуда берется разница. То есть понимаете, что это значит? Представьте себе, что вы наблюдаете людей одного пола, одного уровня дохода, одного уровня здоровья. И одни люди, например, идут работать, другие не идут работать. Если я рандомизировал, то тот факт, что одни люди пошли работать, а другие не пошли работать, он связан с тем, что я бросил монету. Это я бы сказал, вы идете работать, а вы не идете работать. И мое решение, монетка, она никогда не связана с этими вещами. А теперь представьте, что я просто взял данные и увидел, сказал, отлично, у меня есть люди одного пола, одного возраста, одного уровня доходов изначально, одного уровня дохода. Одни пошли работать, другие не пошли работать. Возникает вопрос, а почему так выше? Почему люди, которые настолько похожи, вдруг начнут принимать разные решения? И ответа на этот вопрос у нас нет. И как бы и не может быть, потому что мы не бросали монетку, мы не знаем, почему это произошло. И мы можем только предполагать, и это главное наше предположение, что вот эта вот вариация в решениях людей, она была случайной. То есть это будет наше основное предположение в неэкспериментальных исследованиях. Мы будем предполагать, что хоть вот эту вещь мы не знали, но она какая-то есть в бэкграунде. Мы не знаем, может быть, даже ее форму, мы не знаем, какие сюда нужно вставить иксы аккуратно. То есть мы будем вставать просто все, что есть. Но мы знаем, что если сюда вставить достаточно много иксов, то зависимости от вот этих вещей не останется. Это очень важно. Мы предполагаем, и весь наш анализ будет про то, что наш механизм assignment-мегнеза, он игнорируемый. Или unconfound, не смущенный. Не знаю, кто думает себе какой-нибудь термин. Не зависит от потенциальных исходов. Комментарный, значит, именно вот так. То есть вот это у нас отстерлить, и у нас такого не будет. Большинство исследований, которые анализируют обычные данные, не экспериментальные, и при этом пытаются сделать какие-то утверждения по причинно-следственной связи, так или иначе предполагают часто неявно вот эту штуку. Предполагают, что распределение assignment-вектора не зависит от потенциальных исходов. Почему это важное предположение? Почему оно важное, и что из него кондументально следует? Значит, вы помните, что у нас есть Y и Y . Нам интересны, конечно, они. Что следует с точки зрения распределения этих двух случайных величин? Что следует из этого предположения? Из этого предположения следует, что распределение Y среди тех людей, которые попали в контрольную группу и являются людьми с характеристикой X, такое же, как распределение Y среди тех людей, которые попали в treatment-группу с такими же характеристиками. Смотрите, что из этих двух вещей мы наблюдаем? Одной из этих вещей мы наблюдаем. Как первую. Мы наблюдаем первую вещь. Это есть в данных. Почему это есть в данных, а вот этого в данных нет? Потому что здесь стоит нолик, а здесь стоит нолик. А здесь стоит литичка и здесь стоит нолик. Вот этого мы по определению наблюдаем никогда не сможем. Потому что что здесь написано? Здесь написано, перефразирую. Например, если это история про поход к врачу, здесь написано распределение уровня A, а именно A. Здесь написано распределение здоровья людей, которые пошли к врачу, а не пошли к врачу, если бы они не пошли к врачу. То есть это то, что называется сослагательного наклонения. То есть утверждение в форме сослагательного наклонения. Что было бы, какое распределение уровня здоровья из тех людей, которые пошли к врачу, какое бы распределение было, если бы они к нему не пошли. И мы предполагаем, что условно на какие-то характеристики эти распределения одинаковы. И то же самое, естественно, мы предполагаем и для второго нашего Y. Что здесь мы наблюдаем? Опять вверх. То есть мы наблюдаем распределение уровня здоровья, после того, как люди пошли к врачу, среди тех, кто точно сходил в врач. Распределение этого уровня среди тех, кто не пошел к врачу, мы не наблюдаем. И мы говорим, что оно такое же. То есть это наше предположение. Точно такое же предположение мы делали и раньше. Но раньше оно было абсолютно обосновано тем, что мы радомизировали. Мы говорили, те люди, которых мы отправили в врачу, это случайные люди. Просто вот есть 10 человек, я 5 отправил в врачу, 5 не отправил. Это я решу. И поэтому распределение вот этих вещей и вот этой вещей должно быть одинаковое, просто потому что я случайно их выберу. Если у меня достаточно большая выбор, в которой андомизация так сработает, то распределение будет похоже. Здесь, когда у меня нет эксперимента, я никак не могу вам доказать эту упреждение. Оно ниоткуда не следует, кроме как из того, что я в него видел. То есть поэтому любое исследование, которое вы можете увидеть, в котором нет экспериментальных данных, которое пытается сделать какие-то утверждения типа причинно-следственных связей, оно всегда будет, к нему всегда будут вопросы. Потому что в нем либо явно, либо не явно будет сделано вот такое предположение. Потому что при других предположениях люди анализировать особо не могут. Мы сейчас обсудим, почему это самое первое, что логично сделать. То есть то, что всегда надо начинать, ну или логично начинать, потому что… Почему мы сейчас обсудим? Значит, еще раз. Первое утверждение – это ниоткуда не следует, это можно только предположить. И второе утверждение – это логичный первый шаг, который надо делать. Значит, понятно, почему это ниоткуда не следует? Почему это никак нельзя проверить? Понятно, да? Потому что вот это распределение, вот это распределение, у него нет никаких данных. Если бы были хоть какие-то данные, можно было бы как-то это проверить. Но данных, их не бывает не просто потому что вы как-то плохо их собрали, их не бывает физически. Никогда. Данных у нас не будет ни у кого. Опять-то нельзя проверить, но из каких-то разумных соображений мы вроде можем говорить, что это откуда-то след. Мы можем говорить, что это из разумных соображений в том смысле, что мы верим, что если я включу эти переменные x достаточно много, то это предположение становится более разумным. Ну, давайте это проверим. Прошлый пример. Я буду говорить про, опять, поход к врачу. Представьте себе, что я посмотрел на следующего. Я каким-то образом измеряю уровень здоровья людей. Это на Y. Собрал выборку. В выборке, значит, 50 человек, которые пошли к врачу, и 50 человек, которые не пошли к врачу. И для этих 50 человек у меня есть два средних, я посчитал. Уровень здоровья среди тех, кто пошел к врачу, и уровень здоровья среди тех, кто не пошел к врачу. И у меня к вам вопрос. И там вышел одно из другого. Вы ожидаете, что я получу? Как вы думаете? То есть не то, что я точно получу, а какие у вас есть ожидания? Если ты ничего не контролируешь, то, скорее всего, получится, что те, кто пошли к врачу, уже себя чувствуют. Да. То есть я, например, взял в среднем посчитал уровень здоровья тех, кто пошел к врачу, в среднем посчитал уровень здоровья тех, кто не пошел к врачу, вычел одно из другого. Скорее всего, и я не говорю, что так точно получится, но я могу получить число отрицательное или близко к нулю. О чем это будет говорить? Это будет говорить о том, что это могло быть таком и часто видно, на самом деле. Если вы будете внимательно читать какие-нибудь газеты или даже раньше научные статьи и много чего-то, то вы будете часто видеть такие утверждения, что я взял людей, которые пошли к врачу, пошли, посмотрел и сделали что-то было, что медицина никому не нужна. На самом деле, наоборот, просто у них и двух было, потому что они пошли. Да, правильно, конечно. И сравниваем как раз про то, что этих людей не надо сравнивать. Почему? Потому что я сравниваю у1 среди вот этот у1 с вот этим у0. Понимаете? Я сравниваю вот это с вот этим, а хотел бы я сравнивать вот это с вот этим. То есть я хотя бы у1 сравнивать с у0 для одинаковых людей. Для тех, кто пошел врачу, или для тех, кто не пошел врачу. Я не могу делать то, что я этого не наблюдаю. Поэтому я сравниваю вот это с вот этим. Эти люди могут быть совершенно разные. Какой поэтому логичный следующий шаг? Вы приходите, говорите, ну, написали в газету, ну, подожди, никто написал в газету, вы пишете письмо редактору газеты, какую глупость вы пишете в своей газете. Давайте мы сделаем немножко все аккуратненько. Давайте мы, например, посмотрим и соберем дополнительные данные про тех людей. Например, мы посмотрим уровень дохода этих людей. Например, мы посмотрим уровень здоровья в прошлом году этих людей. Как они там вообще где они живут, какая это глагическая ситуация, какое у них уровень образования, они там пьют, не пьют. Вот эти все характеристики про людей соберем, и уже тогда условно эти характеристики, эти мои х, будем сравнивать. И сравнивать мы опять будем вот это с вот этим. У нас выходы нет. Но сравнивать мы будем теперь условно на характеристики. И мое предположение говорит мне, что условно на характеристики, смотрите, вот эта вещь оказывается распространена так же, как вот эта вещь. По предположению. Потому что я создавал какие-то характеристики. Я теперь верю, что люди, которые пошли к врачу, не отличая условно на характеристики, на о, возраст, образование, моему предыдущему здоровью, так далее, не сильно отличаются от людей, которые пошли. Я в это верю. Это мое предположение. И поэтому, когда я сравниваю вот это с вот этим, это все равно, что я сравниваю вот это с вот этим. Потому что это похоже. То есть идеология такая, что я всегда буду сравнивать вот это с вот этим, но так как вот это похоже на это, то у нас это можно, потому что это на самом деле сразу то, что я хотел бы сказать. Понятно? Нам надо добиться условий при прочих равнах. Одинаковые люди. Но отсюда сразу же может следовать критика, потому что если вы собрали слишком много условий при прочих равнах, то вдруг оказалось, что у вас все люди либо пошли к врачу, либо не пошли к врачу. Например, там, если у человека вчера был сердечный приступ, то его отвезли в скорую, значит, вчера вы поймете. А если его нет, то его не отвезли. Поэтому я могу четко сказать, почему он туда пошел. И это прекрасная характеристика. Я хотел бы на него контролировать, но я не могу. Потому что если я начну на него контролировать, то у меня никого не будет. То есть нет людей, у которых был вчера сердечный приступ, и они не пошли, не попали, не отвезли в скорую. Может, есть? Нет. У вас тоже есть. Вот это как раз был пример про то, как влияют врачи. Есть исследования, что предприятия, на которых проводится обязательная дистанциализация, в конечном итоге меньше теряют рабочих часов по болезням. По крайней мере, я вот сталкиваюсь с этими исследованиями, которые показывали, что это даже социальных отчетных предприятий. Или они делают из года в какой-то, мы ввели дистанциализацию, и через 3 года у нас проявилось меньшее количество потерь рабочих. Да. Ну а здесь нужно аккуратно обедать, потому что, возможно, для тех предприятий, на которых принимают такие хорошие вещи, они сами по себе учат предприятия. Да, у них, например, хорошие условия труда сами по себе, у них там меньше рабочий день, да, и там работают более профессиональные люди, которые и так, значит, уменьшатся. Поэтому такое утверждение, оно вамного помогло быть примерно как раз в результате. То есть я не говорю, что она спензориация пол. Видимо, это действительно хорошо. Потому что мы ожидаем, что вот эти эффекты, они скорее будут смещать его обратно из тот эффект. Что мы, так как мы сравниваем слишком хороших, а, нет, они будут как раз увеличить, мы сравниваем слишком хороших с слишком плохими. И поэтому мы видим большой эффект этих спензоризаций. А если мы сравнивали хороших с хорошими, но на хороших, на них хороших, на этих спензоризаций, их не было, то тогда, возможно, эффект был бы не такой большой. То есть это как бы вопрос всегда к тому, как проведено исследование. Это как раз и было моим утверждением о том, что к любому исследованию это так проведено, всегда будут вопросы. Всегда будет вопрос, достаточно ли много, сюда было включено наблюдение, и достаточно ли много мы смогли проконтролировать. Вообще вся эта стратегия мы контролируем на то, что люди разные. Хорошо? Значит, вот из всего этой истории я тоже рассказал. Будут понятны наши стратегии. Как мы будем пытаться оценивать результаты. Стратегия будет очень простой. Мы будем пытаться находить людей с похожими характеристиками и их сравнивать между собой. То есть характеристики у них будут похожи, то, что они будут делать, будет отличаться. То есть одинаковый повод, одинаковый возраст, одинаковый доход, одинаковый уровень образования. Один пошел, другой не пошел. Будут сравнивать таких людей. И как раз я сказал, что мы будем обсуждать, почему это логичное предположение. И ответ, почему это логичное предположение. Потому что оно позволяет нам оправдать такое сравнение. Но это сравнение, если вы о нем подумаете, это как бы то, что разумные действия. Правильно? Если вы хотите сделать утверждение о том, что было бы с человеком, которым, не знаю, 45 лет, который закончил университет, который работал на склопачье на работе, если бы он, не знаю, там, не… Ну, что он? Почему он должен доехать? Что он сделал такой человек? Если бы он вдруг, не знаю, уволился с работы, как у него будет там… Как у него жизнь пойдет? Прошел программу. Да. Прошел программу или не прошел? Прошел программу, я уже не говорю, а не прошел. Если я хочу сделать такое уэт возбуждение про это, что вы говорили, то логично мне, наверное, найти, прямо на него, похожего человека, которому будет 45 лет, который будет в принципе с таким же уровнами нотофон, и с такой же профессия, который тоже прошел, ни к虜у, но противоположим. То есть если я их detective прошел, то мне логичнее для сравнения найти человека, который не прошел. И это то, что как бы всем приходит в голову. Что надо так делать. Это абсолютно естественный подход. И появится предположение, которое говорит мне, на самом деле, о том, что это разумно. Предположение, которое мы делаем вот так, по сути, это мы делаем вот так. И его можно оправдать тем, что это первый разум душат, о котором мы можем придумать, о котором можем подумать. Сравнивая подобное с подобным. Не надо сравнить яблоки с апельсинами, пытаясь сравнить яблоки с яблок. Так, это первое утверждение. То есть утверждение про то, почему это разумно. Потому что это приводит к разумному решению проблемы. Предположение следует решение проблемы, которое нам и так кажется правильным. Это первое утверждение. Второе утверждение – это то, что альтернатива этому предположению была бы какая-то. Представьте себе, что я не делаю такое предположение. Тогда из других моих предположений будет следовать, что я должен сравнить людей, которые не похожи. Потому что если я делаю такое предположение, которое не включается, просто. То есть из него будет следовать, что меня надо сравнить людей, которые между собой не похожи. То есть я должен был сравнить не подобное с подобным, а яблоки с апельсинами. Оказывается, что иногда, удивительным образом, это тоже можно делать. И это приводит к некоторым разумным последствиям. Это как раз мы будем обсуждать, когда мы будем говорить про инструментальные переметы. О том, что там действительно мы будем сравнивать констиментальные перемены. Это не и метод контролирования. Это констиментальная немножко другая речь. И там мы будем сравнить людей, которые между собой не похожи, и будем делать какие-то выборы. Но там мы это будем делать очень аккуратно и будем понимать очень хорошо, что мы делаем. Почему мы делаем именно так? Поэтому пафос здесь установит, что альтернативой предположения гораздо более сложно ее оправдать, чем любое применение вот такой вещи. То есть для того, чтобы оправдать факт, что я сравниваю между людьми, которые между собой не похожи, это всегда очень сложно и вряд ли, на самом деле, вам легко будет. Если вы не можете вот это оправдать, то оно часто вам будет сложнее оправдать, еще более сложнее. И еще сложнее будет оправдать тот факт, что отстаньте, если мы не похожи. Окей? Ответ. На самом деле можно выявить какой-то фактор, который кажется важным, что люди до 35 лет предпринимают дополнительное обучение для какой-то программы для дополнительного повышения квалификации, а люди после 40 лет, например, не предпринимают. Правильно. Вот мы разных будем сравнивать, мне кажется, что это так не может быть. Нет, это будет вопрос, это будет вопрос, но этот вопрос будет про вот эту вещь. Это вопрос будет о том, как она устроена. Изучение того, как эта вещь устроена, может быть объектом исследования. Если я могу задать себе вопрос, а хочу ли я понимать, как люди выбирают идти, как это зависит от возраста, как это зависит от повы и от всего еще. Но это будет исследование, которое будет посвящено... Оно будет в некотором смысле описать. Это будет исследование о том, как устроен мир, как выглядят данные. Люди, которые одни, они до 30 лет не идут. Люди, которые после 35 лет до 30 лет идут, а после 40 лет не идут. Это будет факт про мир. Это будет факт, что так устроен мир. Это не будет факт о том, что... Факт о том, что... Мы не будем пытаться создавать какие-то общественно-следственные связи. Если мы хотим сравнивать все равно между собой программу квалификации, и мы будем сравнивать между собой 30 лет и 40 лет, то если мы будем делать это просто вот так вот, 30 лет и 40 лет, и больше ничего у нас в голове запомнется нам не будет, то в таком исследовании всегда будут вопросы, потому что кажется, что это разные люди, и поэтому будут разные люди. Окей. Соответственно, наша мотивация такая. И основной проблемой в этом всём, если вы будете рассказывать какую-нибудь статью, которую вы будете использовать, вас всегда спросят, если вас занимательные люди служат, хорошо, прекрасно, мы на всё нас контролировали, много сюда их совпихнули, и всё равно мы наблюдаем разницу в том, что разница в принятии решений. То есть похожие по многим характеристикам люди принимают разные решения. Казалось бы, мы сконтролировали на всё-всё-всё-всё-всё, но вдруг мы видим, что одни, не знаю, идут, получается, выполнять сертификат, другие не идут, получая выполнять сертификат. И человек, который вас слушает, он должен вас спросить в этот момент, или вы сами сюда должны спросить, предваряя вопрос, почему так происходит. Вот когда экономисты, они очень любят слова «экзогенная вариация». Они все говорят «экзогенная вариация». Экзогенная вариация – это как раз про то, что этот выбор людей, в словах характеристик, происходит случайно. Он как раз про то, что если я на всё сконтролировал, а дальше наблюдает, потому что есть некоторая вариация, я говорю, что она экзогенная. Она никак не связана ни с чем. Она никак не связана с потенциальными исходами, это просто случайная вещь. Экзогенная вариация – тот факт, что она экзогенная. Альтернатива слова «экзогенная» для нас в человеке. Экзогенная вариация – это как бы нужно людям объяснить. А почему вы считаете, что она экзогенная? Почему у вас в голове есть вообще понимание, почему вдруг один человек пошел к врачу, а другой – не пошел к врачу? И ответы на эти вопросы могут быть совершенно разные вещи. Какой бы мы могли придумать пример, почему я многие вещи сконтролировал, и вдруг я вижу, что одни люди получают сертификат, а другие не получают? Почему? Я, казалось бы, сконтролировал на пол, на возраст, на уровень дохода, на профессию, на всё-всё-всё сконтролировал, но всё-равно верю на то, что есть вариация. Вопрос, почему вы могли думать о том, что есть эта вариация, и она нормальная? Семейное положение. Первое, что приводит к им. Семейное положение – наличие и возраст, и количество. То есть доход – это одно, а насколько этот доход распределяется – это совсем другое. Можно начинать себе поскурить, провести, да. То есть первая версия, что… То есть вы что-то ещё не секонтролируете? Да, не доконтролируете. Вот, когда получается, что мы что-то не досконтролировали, это говорит о том, что у нас плохое. Если это, то что нам надо было бы доконтролировать. Потому что кажется, что эти вещи являются важными. Важно внести какое-то семейное положение, а важно сколько у него детей, потому что люди с разным положением в разном качестве людей, наверное, имеют разные карьерные перспективы и так далее. Ну, это противодействие очень факторам. Да. То есть карьерное и будущее так вот ему интересуют, но сегодняшние затраты… Правильно. Если мы хотим оценить эффекты именно программы, то мы тогда увидим, что люди без детей, мы не контролируем их семью и детей. Мы увидим, что они туда пошли, потому что у них достаточно много времени. А другие – не пошли потому, что у них достаточно мало времени. Но может быть те, кто там много времени уделяет семье, для них в принципе не так важна программа. Потому что они практически не так важны поведение. Поэтому для них, в самом деле, программы не сильно объяснили. Поэтому непонятно, что может быть. Хорошо. То есть мы сейчас пили пример тех перемен, которые нам бы логично хотелось бы сконтролировать, но мы не сконтролировали. Это проблема нашей цели. Нам бы хотелось бы добавить доступность программы. Да, вот. Пример доступности программы, например, мне может казаться лучше. Как перемены, которые могло бы вызвать вариации. То есть, может быть, как? Может быть, люди живут в разных местах, например, в разных районах Москвы. Кто-то живет в разных городах. И тот факт, что в данном городе есть программа, это связано, например, не знаю, что. МГУ решил взять и провести эту программу в каком-нибудь городе. Это тот факт, что там было много похожих городов, и МГУ был такой-нибудь город, который завел. Мы в Алма-Ате мы проводили программу в Алма-Ату. Хорошо. Представляете, что мы нашли похожий город на Алма-Ату по многим характеристикам. Но в этом городе у людей не было такой возможности. Соответственно, тогда мы могли бы сказать, что мы видим, что города похожи, что люди там уже похожи. Но у одних была возможность как-то участвовать, а у других это было очень сложно, потому что нам было полететь, они, конечно, не полетят и так далее. Поэтому тогда мы могли сказать, а-а, действительно, мы наблюдаем, что люди приняли разные решения. Но тот факт, почему они его приняли, мы можем сказать, что он никак не связан с теми потенциальными исходами, которые вернули от того человека. То есть моя мораль из этой истории, что когда вы думаете про экзогенную вариацию, вы должны хорошо думать, а почему она вообще существует, чем она выглядит. Если вы про это не думаете, если вы про это забыли, то хороший человек на семинаре или просто там, если вы пишете статью, у вас обязательно спрос. Довольно часто люди как бы не от ноды до щепки говорят, что у меня экзогенная вариация, где-то не отвечают на вопрос, а почему она, собственно, там есть? Почему мы ожидаем, что она будет? Нужно, казалось бы, а если есть история, почему она там есть, то есть это какие-то дополнительные переменные, которые влияют, почему я их анализирую, но это, наоборот, как раз правильно. То есть я должен придумать какие-то дополнительные факторы для этого принятия решения так, чтобы эти факторы никак не были связаны с… Эти факторы, я не могу на них контролировать, но эти факторы никак не связаны с Y1 или Y1. То есть это должна быть часть моей истории, о том, как я на это дело смотрю. Ну, так как получается семейное положение и доступность этих квадратов, они являются этими экзогенными вариациями? Я бы сказал, что семейное положение скорее не додумали, а про положение программы я бы более пользуюсь. То есть вы можете не знать, да? Ну, не то, что мы можем этого не знать, а это скорее то, что не так сильно зависит от человека. То есть это может зависеть, например, от города, в котором живет человек, а дальше может быть так, чтобы они были более умные, более группы, но это уже более длинная история. История гораздо длиннее и как бы… Ну, если цвет кожи, например, тоже может быть… Нет, цвет кожи – это как бы очень может быть очень важно, на самом деле. Этот цвет кожи надо было бы социализовать. Да. А принадлежность к социальной группе? Принадлежность к социальной группе в сублитуре? Зависит так человек непеременный или нет? Можно сказать? Нет. Мне кажется, что важно скорее не столько зависит от человека или нет, сколько влияет это потенциально на treatment-эффект или нет. Доступность программы потенциально не влияет, а цвет кожи или полу потенциально влияет. Поэтому их надо контролировать, а на доступность программы вы можете думать про экзогенную вариацию. Ну да. Или прав в том смысле, что… Еще раз. Мы хотим дариться вот этого утверждения. Утверждение… Еще раз. Представьте себе, что здесь написан… Здесь был дел x в данном случае. Это был цвет кожи. Если я отсюда уберу x, то у меня будет… А w – это поступил человек в университете или не поступил человек в университете? Кстати, что я убрал отсюда цвет кожи и просто смотрю, Тогда верно ли будет, что распределение тех, кто поступил в университет или не поступил в университет, будет того, что с ними было бы, если бы они туда не поступили, например, какие у них возможности на рынке туда, если бы они туда не пойдут, было бы распространено одинаково? Ответ скорее нет, потому что верно было бы так, что… Раньше было бы видно, что, например, черное население не поступало бы в колледж в Америке. И очевидно, что само по себе у него много проблем. Ему тяжелее найти работу и так далее. В таком случае, если бы мы сравнили просто некоторые пошли в колледж и не пошли в колледж, мы бы понимали, что мы сравнили совершенно разных людей. А если мы контролируем, например, на цвет кожи, то сам цвет цвет кожи… То есть я не могу его поменять. Это не что-то мое, что я могу поменять. Но тот факт, что, например, я человек чернокожий, может оказаться важным для того, что само по себе этот факт, он влияет на то, какие там решения принимает. Потому что я знаю, что если я оказался чернокожим, то, скорее всего, я родился в семье, которая не очень богатая, значит, у меня много сложности с тем, чтобы закончить вашу школу, у меня много сложности с того, чтобы поступить в колледж. Поэтому это не то, что я могу менять. Это некая моя характеристика, которая связана с этими вещами. И поэтому на все такого рода характеристики, которые мы считаем, что они на это влияют, на них надо контролировать. То есть мы должны их сюда включить. Хорошо? Хорошо? Такой вопрос. Ну смотри, есть этап, приводительный последний сюжет. Есть как-то у. Это пошел человек. Нет, какая зарплата у него будет, если он пошел в университет, не пошел в университет. Икс – это цвет кожи и так далее. Когда получаешь х, он влияет на значение b. Правильно? Конечно, х всегда влияет на значение b. В таком случае это не так страшно. Это не гаде страшно. Еще раз скажу. Смотри, мы моделируем вот эту речь. Мы ее моделируем и говорим, что мы понимаем прекрасно, что разные люди будут иметь разные решения. В этом наш смысл. Мы понимаем, что больные люди, скорее всего, пойдут к врачу. Мы понимаем, что в бакалавриат с данным кто-то скорее поспудят средне-более богатые люди. Мы понимаем, что их с оценками выше средней по тестам. Мы это все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что это приводит к… что от показателя человека зависит то решение, которое он принял. Или то, что с ним случится. Теколь же не только мое решение, это еще от многих многих фактов. Это не то, что я сказал, что завтра пойду учиться в гард. Это как бы меня должны взять в гард. Но тот факт, что меня взяли в гард, зависит, конечно, от моей характеристики. Это как бы до сих пор. Но это нас само по себе не заботит, если мы с этим аккуратно работаем. То есть этот факт абсолютно нормальный. Он ожидает, что в обычных неэксперментальных исследованиях мы всегда это ожидаем. Мы всегда ожидаем, что выбор или действие, или решение, или то, что просто произошло с человеком, зависит от его характеристик. В этом основная наша фишка. Если мы считаем, что никак не зависит от его характеристик, то у нас как бы люди должны сказать, что это вообще не от чего не зависит от случайной вещи. Или можно просто нарезать данные, говоря, что случайный человек там, не знаю. Один человек случайно пошел учиться, но мы не пошли учиться. Это вообще ни с чем не связано. Но это всегда неверно, поэтому мы смотрим и моделировали эту вещь. Можно такого вопроса? Допустим, у нас есть несколько характеристик и псов. Если у нас в контрольной группе люди с такими характеристиками получились… То есть у нас есть масса людей в контрольной группе. И по всей массе, по каждой отдельной характеристике у нас в среднем похожи на триггинги. Но при этом, если посмотреть на каждого индивида, то у него характеристики получаются другие. Что это значит? Ну, то есть у группы в среднем характеристики похожи. Да. А распределение этих характеристик, то есть по разному, ну, на внутреннем, на людей… То есть это что мы говорим? То есть B? Немножко похожи, но внутри каждую группу. Это статистическая церковь. Нет. Группа в возрасте до 40, она одна под 28, а другом 39. Нет. В группе две характеристики, на одной группе. Получается, что средняя по каждой характеристике похожа, а если посмотреть на… То они не похожи. Хорошо. Это важный вопрос, поэтому сравнивать нужно… Если так есть, то это значит, мы не до конца проконтролировали характеристики. Если есть, например, простые характеристики, например, пол и возраст. И, например, работает или не работает. Двинарная. Да. Двинарная. Двинарная вещь. Тогда я могу сказать, что у меня что может быть? У меня может быть в этой группе безработные женщины. Могут быть безработные женщины. То есть у меня на самом деле… Видишь, у меня бывает… Все, полку нарисовал табличку неправильно. Сейчас я нарисую. То есть у меня будет много табличек. То есть у меня… Я должен раскрыть табличку таким образом. Я должен раскрыть табличку, что у меня есть. У меня есть пол, а есть работа. Здесь у меня есть 0, 1, 0, 1. Значит, женщины и мужчины. И работа – это работа. Так? И в каждой технике у меня есть люди как из одной группы, так и из другой группы. То есть здесь у меня есть 10 человек, которые пошли учиться. 5 человек, которые не пошли учиться. Здесь есть 2, 3. Здесь есть 7, 15. Здесь есть 8, 2. То есть у меня в каждой группе вот это есть. И если я контролирую на клетку, то никаких проблем, когда контролирую, я же не буду. То есть это правильно контролировать сочетание? Да. Это очень хорошо. Так. Именно в нашей первой степени, которую мы будем делать, она именно будет про ОГЭ. Альтернативной этой ситуации можно представить, что у меня вещь типа доход. Доход. Небинарная. Непрерывная переменная. Как быть в этом случае? В этом случае мы сейчас… То есть у нас первая часть сегодняшнего осуждения будет про этот случай. Мы видим, что в этом случае все хорошо. Вторая часть будет про случай, когда это не так, когда все небинарно. И мы видим, что все венты, которые использовали экономисты, грубо говоря, с 1999 года, очень плохие. Что если у нас непрерывные переменные, то с ними надо быть очень аккуратным. То есть контролирование с бинарными переменами, морально сказать, что контролирование с бинарными переменами – это хорошая и приятная вещь. Отдаленные с непрерывными переменами – это сложная и очень сложная статистическая задача. То есть задача, которой сломали копию достаточно много людей. Поэтому мы начинаем с простого. Мы начинаем с вот этого. Хорошо. Скажите мне, а на что вообще вот это предположение? На то, что… А, вот я… Предположение на то, что у меня assignment-механизм зависит от иксов, и я его не знаю. Вот я вам нарисовал табличку, вот такую вот, по работе 0101. Есть каких-то людей нарисовал. Дальше я говорю, что условно на каждую клеточку у меня есть какое-то распределение. Я верю, что это распределение случайное. То есть я верю, что вот эти люди похожи на вот эти с точки зрения потенциальных исходов. Вопрос, какой эксперимент это вам напоминает? Вот мы говорим, что четыре типа эксперимента. Какой эксперимент это вам напоминает? Да. Это типичный пример стратификационного эксперимента. То есть эксперимента, где я контролирую какие-то характеристики, а дальше в рамках характеристик бросаю монету. То есть по сути, что я здесь говорю, и это тоже важно, конечно, на бинарном случае это очень хорошо понятно, что мои предположения, которые вот это assignment-механизм, оно такое, что есть какие-то характеристики. Будем думать о них как про табличку, как про табличку в табличке. В рамках этой клеточки я бросаю монетку. И вы помните, вчера мы говорили о том, что бросать монетку можно с разными вероятностями. Помните, мы вчера взяли антификационный эксперимент, и мы сказали, что если я бросаю монетку с одинаковой вероятностью, то тогда, это моя оценка, если бы я просто взял и посчитал два средних, она была бы хорошей. Помните, я вам приводил пример о том, что если бы я взял и у меня были мужчины и женщины, и вероятность того, что мужчина попадет в третью группу была одной, а женщина попадет в третью группу была другую. Я говорил, что представьте, эта вероятность для женщины очень большая, для мужчины очень маленькая. Тогда я говорил, что в итоге сразу мужчины с женщинами. И это как бы нелогично, это оценка получается достаточно глупой, как мы помним, даже в экспериментах. Так вот, все эти observational studies с таким основным механизмом, они похожи, помните, на антифицированный эксперимент, но с неизвестными, и по предположению неравными вероятностью. То есть основная роль в том, что я не знаю, какие здесь вероятности стоят, и я думаю, что они не равны. Если бы они были все равны, тогда я мог бы просто проводить обычные исследования, просто взять и сравнить два средних. Единственное, почему я не могу сравнить два средних, это потому, что эти вероятности не равны. Это потому, что если я возьму и сравню два средних, то у меня кажется так, что мужчин я буду сравнить с женщинами. А если я посмотрю и сравню в рамках одной клеточки, то я просто увижу, что… Представьте себе, что работы нет, есть только пол. Я смотрю вот сюда, и я понимаю, что если посмотреть на общие распределения, то у меня что оказалось? У меня оказалось 17 людей в одной группе… Сколько? 15 людей… Нет, 17 людей оказались в контрольной группе, а 20 людей оказались в treatment группе. Правильно? При этом я мог бы их просто, не знаю, сравнить. Казалось бы, я бы посчитал разницу двух средних. Но это было бы глупо. Почему? Потому что я вижу, что у меня в контрольной группе гораздо больше мужчин. То есть доля мужчин в контрольной группе – это 3 четверти, потому что 15, 20. А в тритовой, в контрольной группе, в тритовой группе доля – 3 четверти. А в контрольной группе у меня оказалось, что у меня больше женщин. И получается, что я сравниваю большую часть мужчин с женщинами. И это не очень разумное сравнение. Если бы эти вероятности были одинаковые, если бы здесь было 10 и 5, так же, как здесь, тогда я мог бы совершенно спокойно брать и вообще не думать не про какие сложные методы, которые мы будем делать, а просто взять и посчитать разницу в средних. Тот факт, что я это не делаю, а сделаю так. Я же делаю так. Возьму клеточку, в этой клетке посчитаю разницу в средних, в этой клетке посчитаю разницу в средних, в этой посчитаю, в этой посчитаю. Получу 4 разницы и дальше их между собой каким-то образом свиню. Естественно, сейчас мы будем говорить о том, как нам это лучше делать. Как? Разница разница? Нет, разница. Да, разница будет запах. Тогда мы тоже. Здесь, скорее, будет средняя. То есть, как об этом можно думать? Разумно, в эту таблеточку, видите, в ней 4 клетки. По сути, я могу квалифицировать в эту клетку, это 0,0, это 0,1, это 1,0, это 1,0, это 1,0, да? То есть, я могу ее выписать в столбик, сказать, что вот здесь у меня есть х, и х – это какие-то абстракты. То есть, вот здесь у меня будет первая характеристика, вторая характеристика, третья характеристика и так далее. И так далее. Можно думать про каждую из этих штук как клеточку в эту таблицу. То есть, у меня будет там номер 1, 2, 3, и так далее. И это как бы клеточка в эту таблицу. Что я делаю дальше? Дальше у меня… Здесь я собираю всех людей с этими характеристиками. Здесь я буду собирать всех контрольных людей, здесь я буду собирать всех treatment людей. Соответственно, одинаковое ли будет число людей здесь и здесь? Ответа, конечно, нет. Мы видим, что там оно разное. Может быть, совершенно разное. То есть, я вот здесь вот что? Я говорю, что я здесь буду писать у для этого человека. У меня там сколько-то людей в этой клетке. Какие-то игруки. Сам игруки для этого человека здесь. Ставлю игруки для людей, которые сюда попали. Я свою табличку взял и разложил. Теперь просто перестроил, сгруппировал по характеристикам. И собрал все, что мне интересно, по характеристикам. При этом у меня такая табличка чувствовалась не сбалансированная. То есть, у меня здесь одно количество людей, здесь другое количество людей и так далее. Понятно? То есть, я просто взял и вот эти десятерых написал сюда, а эти десятерых написал сюда. Что я дальше делаю? Дальше я беру и считаю средний. Здесь посчитал средний у, здесь посчитал средний у, здесь посчитал средний у, здесь посчитал средний у и так далее. То есть получил, здесь у меня будет 1 ctrl, а 1 ctrl, здесь будет 2 ctrl, 2 ctrl, здесь будет y ctrl, здесь будет y ctrl, здесь будет y ctrl. То есть просто получу много средних. Что я делаю дальше? Дальше я говорю, я хочу посчитать средний эффект. Я вычитаю одно из другого. Получил. Что я в результате получил? Я получил k чисел. То есть вот здесь у меня будет разница между ними. Можно назвать это tau, я здесь получил tau 1, tau 2, tau k. Вот я это получил. Всем понятно, что я делаю? Хорошо, я получил k чисел. Обычно только наоборот. Почему? Конечно. Но потом просто наоборот. Да, да, да. Да, да, да. Я вычитываю зато вот это. Логично, да? Логично, да? Я получил k чисел. Представьте себе, что k равно 10000. У меня так столько данных, что у меня, вдруг, 10 000 k. Столько переменных, и на каждую клеточку оказались какие-то данные. В общем, мальчик очень много. Сейчас мы увидим, что на самом деле это как-то бывает. Ну, не 10 000, а 5 000 k. 5 000 k. 5 000 k. Нет, 5 000 k комбинаций. И на каждую комбинацию будут данные. Достаточно много. Хорошо. А что с этим делать? Что бы вы с этим сделали? У вас есть много чисел, вы все написать табличку не можете. Некоторые у вас измерены точно, некоторые не очень точно. Потому что в некоторых случаях у вас здесь много народов. Клеточку посмотрим. А вот что вы хотите с этим сделать? Как это агрегировать? Например, самый простой способ, что вы можете сделать. Средний. Ну, средний. Самый простой способ, это усредить. Средний. То есть взять средний. Давайте я их сложу все и поделю на k. Это будет средний некоторый эффект. Можно так сделать? Ответ. Можно. Ответ. Значит, почему бы ниже. Но это, не кажется, не серьезным. Да. Но так сделать не очень логично. Почему? Потому что, может быть, эта группа разная очень сильно по весам. То есть на самом деле у этой группы, у одной группы очень много живет. То есть вот эта группа у меня очень большая, а эта группа очень маленькая. Там людей, которые работают, большая зарплата с хорошим образованием и, не знаю, с хорошим здоровьем, их много. Их сколько? Их мало. Их мало. Их мало. А людей, у которых все плохо, все-все-все плохо, их много. Значит, и тогда получается, если я просто посчитаю вот так вот и сложу эти две вещи, то я буду считать, что их одинаковое количество. Считаю средний эффект. И это будет не очень понятно, что это значит. Но иногда так можно делать, потому что… Например, вы можете посмотреть на вариацию этих различий. Просто где-то на него посмотреть. Если они их не сильно варьируют, то то, как вы их будете усреднять, не очень классно. А усреднять типов взять и поделить на k – это хорошая вещь, потому что она как бы… Это просто статистически обоснованно, не требует никакого дополнительного оценивания. Просто взять, усреднить. Для этого не нужно считать дополнительных параметров. Иногда посчитать их дополнительные параметры может быть тоже не так просто. Например, если у вас в каждой группе мало народу, то посчитать аккуратно долю этой группы относительно популяции может быть не очень легко. Понимаете, так вот? Хорошо. Значит, прекрасно. Я хотел бы это как-то взвесить. Как вы можете мне это тоже взвесить? По числу наблюдений. По числу наблюдений отлично. Прекрасно. Давай, значит, число наблюдений. Чему равно число наблюдений вот в этой клеточке, если я… Вот там же, да? Почему нельзя взвесить сначала c, потом c, потом c… То есть взвесить сначала вот эти? То есть взвесить сначала вот эти? Потом вот эти? Тогда что получится? Получится просто личную изначально среднюю. Потому что у меня получится, что здесь у меня будет очень много мужчин и там женщин, а здесь очень мало женщин. Я этим придам очень вес… Это как бы во всем этом состоянии одни женщины. А во всем этом состоянии почти одни мужчины. Когда вот этот, например, получит очень маленький вес в этот момент, то это получит очень большой вес. А здесь будет, наоборот, это получит очень большой вес, а это очень маленький. То есть это на самом деле будет ровно, численно равно тому, что я взял и посчитал среднее без вот этой дополнительной вещи. То есть вся идеология состоит в том, чтобы сначала вычесть, а потом усредить. Если сделать наоборот, сначала усредить, потом вычесть, то получится то, что мы считаем как. Когда мы из тритма, то мы считаем как. Поэтому так мы идем. Отличный начальник. Итак, мой вопрос был. У меня тут сказали, что надо взвешивать по количеству наблюдений. Вот представьте себе, у нас первая клеточка, вот это она. 5. 5 или 10? Нет, у нас же люди 10 пошли, 5 не пошли. Нет, в смысле 10, потому что 10 людей в тритмонгруппе, 5 людей в контроле. Всего 15 наблюдений, за что мне надо взвести на 15 или как? Нет, там наоборот. На 5. Если считать, что у тебя каждый у в отдельности, его дисперсия не зависит от этих штук, ну это просто гетероскедастичность получается. Нет, хорошо. Мы сейчас говорим про точность оцениваем. То, что сейчас, как сказать, я хочу как-то точность оценивания. Если не то, что я буду сейчас делать, если мне будет предположение, я буду вообще игнорировать точность. Я не думаю сейчас про точность. Я думаю про то, какой параметр мне разумно посчитать. Я могу взять, усрединить эти числа, просто взять их, посумировать, выделить на k. Я хочу один параметр. Мы тут с вами немножко пообсуждали. Скорее всего, это не то, что нам интересно. Потому что я на километрах звону среднюю богатых людей, которых мало, с бедными, которых много, с одинаковым весом. И мой коэффициент будет показывать, что все в среднем хорошо, а на самом деле мы понимаем, что там бедных очень много, и для них эффект очень маленький. И для них как-то громадный. Да? Значит вопрос, как взвешивать. Ответ, как вам нравится. Но. Но. От того, как вы будете взвешивать, будет зависеть интерпретация того, что вы делаете. Смотрите, я могу взвешивать тремя разными способами. Я могу взвешивать, используя циферки 10. Написали здесь 10. Здесь, соответственно, я напишу 2. Здесь я напишу 7. Дальше я напишу 8. Получу цифры. Использую их как веса. В смысле, поделю их сумму. Использую их как веса для данной таблички. Это будет один из способов. Если 10 – это число людей, которые в контрольной группе, то на что это будет похоже? То есть я буду взвешивать эти показатели по распределению контрольной группы. То есть я буду считать эффект для контрольной группы, по сути своей. То есть я буду считать эффект для того, если я использовал веса, которые относятся к контрольной группе, то когда я буду взвешивать эти свои таблики, я посчитаю суммарный эффект для людей, которые в контрольной группе. Это может быть та популяция, которая мне интересна. То есть, например, что было бы с теми, кто не пошел, если бы они пошли. Это может быть разумный вопрос. Если я буду взвешивать по пятерке, то я буду считать эффект, какой эффект для тех, кто пошел. Это тоже может быть важный вопрос. Это может быть вопрос, типа, люди пошли служить в армию, это повлияло на их доходы, а что с ними губы, если бы они не пошли. Насколько это для них оказало влияние. То есть это тоже может быть важным вопросом. И, наконец, третий вариант я могу взвешивать по распределению типа 15, 22, 5 и 10. Что это будет тогда значит? Это будет значит, что я буду взвешивать по пропуляционному распределению этих характеристик. То есть я буду говорить себе, что у меня есть в популяции сколько людей с такими характеристиками, столько людей с такими характеристиками, с такими и так далее. Я буду взвешивать по вот этим показателям, и таким образом я буду считать эффект для случайного человека из популяции. Не для того, кто пошел, а для случайного человека, которого я буду считать. Средний эффект, который мы до этого все время пытались оценить. Я хотела попытаться посмотреть так, как там式, поэтому что Wood spot, это было для всех. Вот табличка, поưới таблички, например, закончили вполне заходить любую табличку, почитает среднюю разницу на все таблички, Если Я сказал, что harmoniate почитали не среднюю разницу на все таблички, а только Raz dark cheer, а для тех, какого стоит Едицы — это как раз był бы эффект для людей в три пути. Если бы я хотел посчитать среднюю разницу на тех, как стоят ноги — этот эффект был неконтрольный. Вот, соответственно у меня есть тр concentrating его эффекта. На каком эффекте сфокусировать расс hört внимание, это было бы считаем grant. А если это чисел минимум? Ну, давайте скажите, с чисел минимум. Ну, такая степень доверия, насколько эти средние точно оценились. Там всего 2, а там 2. То мы как-то хотя бы одной, может даже другой не 2. Ну, хорошо, это будет сложнее интерпретировать. Да, это не очень. Да, но это будет как бы связано... Тогда мы будем говорить, что мы хотим взвесить не только по этому... То есть мы хотим считать не только по гадаре, по тому, насколько он разумен, но еще по тому, насколько точно я могу оценить каждое из этих средних. Это другой и другая личность. То есть здесь, опять-таки, различаются 2 цели. Одна цель — это статистическая точность этого оценивания, а другая цель — это то, насколько этот показатель разумен. Еще раз, со статистической точки зрения, представьте себе, что я просто усреднил вот эти вот чиселки. В этот момент я полностью игнорировал это взвешивание. Взвешивание может быть действительно как бы само по себе не очень хорошее. А если я взял и посчитал долю людей вот в этой клетке, у меня всего 2 человека. Когда я буду считать долю, она получится достаточно маленькой. А может быть, эта доля недооценивает популяцию. Может быть, эта доля слишком шумная, потому что у меня всего мало людей. То есть моральная эта история такова, что есть некоторый баланс между тем, что вы хотите оценить, и то, что вы можете оценить более-менее точно. Баланс надо как-то пытаться соблюдать. Некоторые вещи вы можете оценить более точно, чем другие вещи. С этим как бы ничего не поделаешь. Иногда вы можете сказать, мне очень интересно вот это, я буду пытаться это оценить. Вы это оцените, у вас получится не очень точная оценка. А дальше вам могут сказать, ну хорошо, но вот есть другая вещь, тоже разумная, вы можете видеть более точно, вы можете ее попробовать. Хорошо, вы скажете, отлично могу сделать. То есть отсюда мораль, мы можем делать 3 разные оценки с удовольствием и что угодно. Математический пакет позволяется такой, создаватель? Да. Значит, в гос-расте есть… Вообще так называется exact matching. Exact в данном случае. Почему matching? Потому что я матчу похожих, сравнивая с похожими характеристиками в данном случае. Он к тому же exact, то есть точный, потому что я меряю по точному сопровождению. То есть я беру лишь абсолютно точно совпавшую характеристику. И стату умеет делать exact matching. Мат 2 точный. То есть вот этот метод называется exact matching? Да, да, да. Ну, это просто называется matching. А в данном случае, когда он еще вот так был, то будет exact. Соответственно, и вот там это все можно менять. Можно менять. Я сам, кстати, это не имел, но я знаю, что там вот dx. То, что исследователь как раз решает. Да. То, что он решает и как раз относится к тому, что ему интересно. Хорошо. Значит, что у нас? Время у нас еще есть. Так вот. Это называется matching, как я вам сейчас уже скажу. Есть другой способ сделать то же самое. Оказывается, что если вы возьмете и сделаете следующее. Возьмете свой y. Значит, у вас есть где-то y об зерва. Помним, что y об зерва. Вот что у нас? Это на y1 плюс 1 вw на y0. Значит, это как бы мы помним, что это есть. Это просто на y, которые мы загуляем в данную. И прогоните следующую регрессию. Значит, на treatment-индикатор и плюс все возможные данные переменные на вот эти вот клетки. То есть вы поставите гамма х на dk, где dk это индикатор в том, что я в эту клетку, в эту клетку, в эту клетку, в эту клетку. То есть я могу взять и составить большое количество данных переменных. То есть переменные, которые равно 0, когда человек нет в этой группе и х нищики, а не он в эту. И составлю большое количество данных переменных. Кашу. Так. Так вот, оказывается, удивительным образом, что если я вот так вот сделаю, то что у меня получится? Как вы думаете? Если я вот ценю такую регрессию просто. Константу я... Так, здесь вопрос начнем по эквенометрике. Почему я не включил константу? Потому что там элементы все включены. Но это, наверное, в какой-то смысле эквивалентно получится эквивалентная процедура. Если процедура будет похожей, она будет не совсем эквивалентной. Ну, конечно, по логике надо будет, грубо говоря, 4p, 4d сделать. Да? Да. Вот. И там будет, например, больше число, если бы я сделал f, как грубо говоря, 1 и f 2. Ну, правильно, я-то делаю, я-то сделал. У меня все четыре точки. Нет, у нас же все четыре. У нас же не каждый на сайте на каждую, значит одна будет константа. Не-не, эту константу я как бы... Зачем? А, константу можно заплатить. По константу ее как бы нет. Забыли? Да, значит, мы ее убрали. А вопрос... Я вставил все четыре для них перемены на каждую леточку. То есть не то, что я их 2. Вопрос к отчеству у меня тоже самое. Нет, ну, чтобы для каждой группы оценить то же самое отдельно, нужно еще все временные наклоны добавить. Да. То есть для того, чтобы... Знаете, я получил одно число. Смотрите, я получил в результате одно число. Значит, это одно число... А, ну, смотрите, здесь я получил сначала качество. Значит, это одно число, наверное, связано с этими k. Но, значит, первое ответ, что очевидно, что прям сразу вот эти качества я никак не получил. Потому что у меня здесь есть одно, а вот здесь как как-то. Для того, чтобы получить вот эти числа все, мне надо вставить дополнительные переменные, которые будут отвечать за интернет. То есть мне надо вставить произведение индикатором того, в какой я группе. А тот факт, что я попал в treatment группу или в контрольную группу. То есть в какой я кряточки и в какой я контрольной или treatment группе. Если я это сделаю, я получу k чисел. Если k чисел будет ровно вот здесь. Прямо точность. Это просто способ их посчитать. Но представьте, что я сделал вот так. Что я тогда получу? Оказывается, что если я так сделаю, то я получу тоже некоторое среднее из вот этих показателей. И это среднее будет взвешено не по одному из этих трех распределений. Оно будет взвешено по оценке дисперсии в каждой из этих клеток. То есть оно будет взвешено по тому, насколько точно я могу оценить каждый из этих табов. Дисперсии того, насколько точно я оценивал эту вещь. Другой говоря, это дисперсии индикатора в рамках каждой группы. То есть у меня будет группа, в которых много treatment людей и малоконтрольных людей. Там у меня, соответственно, будет… Я не смогу точно оценить. То есть, на самом деле, я буду взвешивать пропорциональное произведение p на 1-p. Правильно сказать. p от x, а 1-p от x. То есть если в этой группе… Смотрите, если в этой группе p от x равно 1 и 2. То есть я точно пополам всех разделил в рамках этой группы. То это число максимально, 1 и 4. Эта группа получит самый большой вес. Потому что она самая точная. Если я буду взвешивать по каким-то группам, в которых будет мало народу, где он большой будет… То это число будет маленькое. Например, где какое-то p почти равно нулю. У меня это число будет близко к нулю. И эта группа получит маленький вес. То есть я взвешиваю пропорционально вот этой штукови. И либо обратно пропорционально дисперсии индикатора. То есть изологически я строю другую оценку, которая учитывает точность, которую я оцениваю. То есть она оценивает немножко не тот популяционный, не тот параметр. То есть она оценивает параметры, которые я… Не один из трех, которые нам интересен. Мы сказали, что можно здесь по-другому распространению, а второму и по-третьему. Регрессию будет взвешивать по четвертому моменту. По-своему вот так. Разумно это делать, ответ решать вам. В этом тоже есть некоторая логика. А как интерпретировать? Интерпретировать как взвешенный эффект. То есть взвешенный, но подвешенный. То есть одинаковый, но… Представьте себе, например, что все эти tau одинаковые. Тогда не важно как взвешивать. Тогда не важно как взвешивать. Но, заметив, даже если они все одинаковые, важно это сделать именно так. Представьте, что все tau на самом деле одинаковые. Нет, неправильно сказал. Если все tau одинаковые, то логично взвешивать как раз вот так. Почему? Потому что… Представьте себе, что все tau одни и те же. Поэтому tau вынесется. Если вы будете взвешивать по вот этим распределениям, то… Число у вас получится, конечно, разное, но у него точно не будет число в результате. Если tau одинаковое, число у вас будет всегда получаться физически, а так тоже. Но точность у этого числа будет разная. Это опять, как ты говоришь, изофрении. Потому что… Потому что в одном случае вы дополнительно что-то оценили, а в другом случае вы дополнительно как бы… Значит, если ты сейчас хочешь сказать, шить не скидал одинаковый, то не обязательно эффективно переменную группу. Но его эффициент при этой оценке будет точнее, если нет? Да. Ну, в другом случае тебе придется получать шка штука. В другом случае надо будет их как-то усреднить. А как их усреднить? Ну, вы знаете, да, это задача по теории вероятности. По-моему, есть даже в учебнике теории вероятности, мне кажется. Или по-моему, там же есть. Вопрос. Какая самая эффективная из несмещённых оценок среднего? У вас есть данные с одинаковым средним. Освучаемые величины. И вы хотите оценить, построить какую-нибудь оценку, которая будет не смещённая, но наиболее эффективная. В классе линейных не смещённых оценок. Как вы это делаете? Вы взвешиваете пропасционную чину, пропасционную дисперсию и обратно пропасционную дисперсию. Чем больше дисперсия, тем меньше вес. Правильно, если я не так? Да. А у чьих одинаковый средний? Да, разный дисперсия. Здесь разная дисперсия? Нет. Да, разная. Потому что разное количество наблюдений в каждой группе. Соответственно, если вы делаете такую процедуру, хотите наилучшим образом оценить Тау, которая константа. Знаешь, она константа. Вы это предположили. В реальности вы получили там некоторую неконстантность в Тау. Случайная вещь, в случае, что, например, некоторых 5, то есть Тау 5, а вы получили в одном случае 4 и 8, другом 5 и 3, и так какой-то разброс. Значит, вы хотите их усреднить обратно пропасционную дисперсию. Понятно? Дисперсия. Дисперсия чего? Дисперсия цена. Дисперсии каждой группе Тау. Еще раз. Нет. Задача по теории вероятности. Попасть в статистику? Решите. Есть много специалистов. У вас есть случайные величины. Си 1. Си 1. Си 1. Си 1. У них есть одинаковое среднее у всех. В случае задачи понятно. Си 1. Си 1. А здесь каждая Тау, эта карта случайная величина. У них каждая Тау-капа есть инперсия. А для ее как бы... Хорошо. Я предлагаю нам не начинать статью, потому что у нас здесь 13 минут. Давайте мы сейчас сделаем перерыв. А потом увидим статью, где все вот это. Просто по очереди я тоже принесла. И все осталось. Да.